Казахстан с 5 июля вновь ждёт ужесточение карантина. Приостановит междугородние и межрегиональные автобусные рейсы. Но ограничений на передвижение для личного транспорта не будет. Международные авиасообщения также прекращать не будут. Работа поездов будет осуществляться с ограничениями. Предприниматели, занимающиеся междугородней перевозкой пассажиров от Алматинского автовокзала Сайран, говорят, что в ограничительных мерах есть противоречия. Ал поездың түтті Шымкетке дейін сарағашқа дейін баратындар бар. Ал арғарай джетсай ауданына баратын, джетсай халасына баратын халықтарға азап кейіндік тұлдыр алып жатыр. Поездың алпыстаның кеймі халық түсет, а автобусың 30-40 ғанымын артық алмайды. Енді халыққа да бәрінеді, оның сүнен автобусың ақсыны жет барады. Тез барады. Блокпасты между регионами в этот раз разворачивать не будут. Часы работы городского общественного транспорта сократят. Массовые мероприятия запретят. Парикмахерские используалы, религиозные объекты, аквапарки, развлекательные центры, крытые рынки приостановят работу. Некоторые люди вновь останутся без дохода, а карантин могут продлить. Однако на этот раз соцпомощи потерявшим доход предоставлять не будут. Вице-премьер Ерала Тужанов, недавно сам переболевший COVID-19, обвинил население в резком всплеске заболеваемости. В адрес правительства таких обвинений не звучало. Теперь власти намерены штрафовать казахстанцев за нарушение карантинного режима. Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидеметских требования, к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП. Субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Мнения казахстанцев по поводу ужесточения карантина разнятся. Некоторые поддерживают карантинные меры, другие же не видят смысла в таких ограничениях. Субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Карантин, он нужен по сути. В последние несколько дней Министерство здравоохранения не публиковало данные о летальных исходах от COVID-19. Теперь Минздрав решил суммировать число умерших и публиковать данные раз в неделю. В регионах десятки людей также умерли от пневмонии. Министр же озвучивает такие цифры. За последние сутки скончалось 10 пациентов от коронавирусной инфекции и 20 пациентов от пневмонии. Информация обычно приходит, что пациент мог скончаться в предыдущий день, а мы получаем на следующий день информацию. Мы планируем сейчас это подавать в недельном формате. По официальным данным, за последние сутки в Казахстане зарегистрировали свыше 1500 случаев заболевания COVID-19. У 1250 человек выявили пневмонию. С момента официальной регистрации первых случаев зафиксировали уже свыше 42,5 тысяч инфицированных. В стране есть и граждане, не сдававшие тест на коронавирус и лечащиеся в домашних условиях. Сколько таких по всему Казахстану, неизвестно.